Почему у магнита всегда есть северный и южный полюс? Магниты сыграли важную роль в технологическом прогрессе человечества. Благодаря явлению электромагнетизма и круговым током, люди могут создавать сложные технические устройства, которые широко используются в быту. О способности магнита притягивать металлы и о других его свойствах знают даже ученики средних школ. Но материал может похвастаться одной тайной, разгадать которую может далеко не каждый. Почему у магнита всегда есть северный и южный полюс, и почему, если разделить магнит на две части, у них сохранится два полюса? Еще в древности, когда люди добывали руду в шахтах, они натыкались на черный материал, притягивающий металлические предметы. Однако из-за необразованности и отсутствия возможности изучить его, все списывалось на чудеса природы. А поскольку шахты располагались в Магнезии, черные камни прозвали магнитом. Интересный факт. Есть легенда, по которой первым на магнит наткнулся пастух Магнус, и якобы в его чести назвали камень. В 13 веке ученый Петр Перегрин первым изучил магнит и выявил у него южные и северные полюса. Это помогло изобрести первые компасы. В 19 веке ученые установили связь магнетизма и электричества. Были поставлены первые опыты с гальванической катушкой, которые помогли существенно продвинуться в изучении физических явлений. В 1825 году инженер Уильям Стерджин изготовил первый электромагнит. Если разделить большой магнит на две части, то у них образуются собственные южные и северные полюса. Проверить это легко. Оба куска будут одной стороной притягиваться, а другой отталкиваться. Но почему так происходит? Дело в том, что магнит, как и любой материал, состоит из мельчайших молекул и атомов. Но между ними непрерывно протекают электрические токи малых зарядов. Именно они создают магнитное поле, заставляя каждую частицу выполнять функции полноценного магнита. Все молекулы ориентируются в определенном направлении, из-за чего появляются южные и северные полюса, являющиеся результирующими мелких полей. И если разделить магнит на две части, микротоки начнут протекать в ином направлении, что спровоцирует переориентацию частиц в пространстве и, как следствие, появление новых полюсов. После разделения магнита из-за протекающих микротоков, молекулы заново ориентируются в пространстве и образуют новые полюса на каждой из частей. Это возможно благодаря тому, что каждая частица обладает собственным магнитным полем. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.